Доброе утро, друзья! Это обучающий центр кибермаркетинг, телеканал Сиопульт ТВ. С вами я, Сергей Иванов. Сегодня главный аналитик компании The Action Денис Кучумов расскажет вам о новинках лидогенерации, в частности, познакомит вас с таким понятием, как лидстрим. Денис, привет. Привет. Ты готов? Да. Тогда предоставляю тебе слово. Добрый день, уважаемые зрители. Спасибо, что нашли время и посетили наше мероприятие. Рассказывать, что такой лидстрим я, наверное, не буду сегодня. Пусть останется загадкой. Те из вас, кто догадается, может в конце высказать предположение, что это такое, зачем оно нужно. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Говорить мы будем про четыре вещи. Я обратил внимание, что многие из вас стали скромничать и переставать задавать вопросы в прямом эфире, но поток вопросов потом через возможный канал приходится большой и ответы на многие вопросы приходится повторять. Поэтому я их сгруппировал. Не знаю, как удачно посмотрим. И отвечу их отдельным слайдам, чтобы не повторять по несколько раз с разными каналами коммуникации. Что касается, о чем мы будем говорить? Ну, первый момент это тренды, это то, что было замечено за последние полгода и во многом это связано с лидогенерацией и вообще с рынком партнерского маркетинга. Чуть-чуть поговорим про инструменты, которые у нас есть в системах, есть и у конкурентов, есть у адвокшена и в принципе кто чем пользуется. И рассмотрим парочку кейсов, которые мне показалось забавными, потому что на них попались фактически все эксперты, которые только входят в рынок CPE маркетинга, при этом не всегда осознают некие особенности его. Итак, по порядку. Тренды. Значит, первый тренд, это тренд фактически последнего текущего месяца, месяца июня. Он говорит о том, что финансовые афера мы видим как постепенно возвращаются. Значит, что я подразумеваю под понятием возвращения финансовых аферов, это мы видим, что их количество начинает увеличиваться. Это еще не значит однозначно, что крупные рекламодатели, которые тратили многомиллионные бюджеты ежемесячно и вернулись. Это говорит о том, что на данный момент многие рекламодатели, которые до этого думали запускать или не запускать свои предложения, они их начали активизировать. Это первый момент. Второй момент, связанный с финансовыми аферами, как мне многие эксперты подсказали, рынок кредитования и рынок микрофинансов ждет две поправки, которые выйдут в июле, и после этого либо начнется бурный рост финансовых аферов, либо все сильно тормознется. Так что ждем августа месяца. Это будет точка отсчета того, что рынок оздоровился и пошел набирать обороты. Выдут новые игроки, которых мы ждали в прошлом году. Многие из них только сейчас особо дотянулись, но не активничают сильно. В целом, рост должен. Все прогнозируют должен произойти. Второй момент, связанный с B2B-сегментом. Приходят рекламодатели, мы видим рост и количество, и качество. Более того, те партнерки, которые изначально были заточены на розничный сектор, начинают постепенно впускать в себя такие афера. Даже в особо сложных сегментах, таких как сертификация и вещи, связанные с бизнесами, где средний чек достаточно высокий, постепенно подключаются. Но мы видим, что единственным вменяемым для этих аферов источником трафика является контекстная реклама. Поэтому я не думаю, что эти афера сильно окажут влияние. Это будет прям тренд, который развернет многих веб-мастеров в сторону работы с B2B-сегментом. При этом те площадки, которые ждут именно своих рекламодателей, они будут рады, что их количество будет увеличиваться. И сейчас мы видим, как оно растет. Третий тренд – это мобильные афера. Они умножаются, и вы можете замесить по активности и по количеству игроков, которые появляются на рынке мобильного CPA. Не исключением стала и история от холдинга Сеопульта, который запустил два собственных сервиса, которые, собственно, и отражают этот тренд. При этом надо понимать, что он идет тренд и общем мировой. И многие российские специалисты активно внедряются на рынки зарубежья. Кто-то атакует, соответственно, Юго-Восточную Азию, кто-то идет на американский рынок, а кто-то пытается даже конкурировать на европейском рынке. И в рамках мобильного сегмента мы видим, что идет увеличение количества игр. Притом все больше и больше игр подключаются с геотаргетингом не российским. То есть российским вебмастерам дается возможность поработать с аферами западными и нацеленными на западную аудиторию. Это очень хороший положительный опыт можно получить вебмастерам. Таким образом, что границы партнерского маркетинга в России расширяются. И имея богатый опыт работы на западные афера с российскими партнерками, вебмастер в дальнейшем может эволюционировать и выходить напрямую, пытаться работать с западными партнерскими сетями или уже дойти до уровня работы с крупными рекламодателями. Следующий момент с мобильными аферами – это промо-приложения. Рынок сетевых агентств увидел, что достаточно вкусный сегмент мобильных приложений для своих клиентов развивается. И, соответственно, начал активно пушилить своих клиентов. Те, в свою очередь, уже не хотят покупать показы, клики для того, чтобы их приложение узнало больше народа. Хотят именно установки и рабочих пользователей. Соответственно, только партнерские сети могут обеспечить должное качество. Поэтому такое количество приложений становится все больше. У них, правда, есть один большой недостаток – там большие суточные ограничения присутствуют. И, как правило, такие афера закрыты и недоступны большинству вебмастеров. Но, я думаю, чем больше будет рынок промо-приложений, тем больше будет уходить в открытый доступ. А тем вебмастерам, которые работают на мобильных аферах интенсивно, будут поступать предложения от партнерских сетей и воспользоваться неким бонусом по работе с промо-приложений. Рынок мобильных лидов, то есть заявочных историй тоже, видим, растет. У нас, наверное, самое большое из партнерских сетей количество аферов именно с мобильными лидами. Многие партнерские сети берут их на ресел, и мы видим, что вебмастера постепенно учатся с ними работать. И объем, который был изначально не столь велик, достаточно интенсивно нарастает. Это говорит о том, что и вебмастера научились пользоваться этим инструментом, рекламодатели понимают, что нужно аудитории. И аудитория постепенно привыкает, что не только игры и приложения всевозможные можно скачать, но и воспользоваться как обычным вебом, увидев адаптированную страницу, адаптированный лендинг, который позволяет сэкономить время и действительно получить плюсы, если человек заполняет его с мобильного телефона. Товарные лиды на мобильном – это достаточно новая тема. Мы сделаем под нее отдельный вебинар, где я покажу, как магазины, которые сейчас активно работают в обычном вебе, приходят в мобайл. При этом формат, который мы, в частности, предложили этим магазинам, он их очень заинтересовал. И будет уже первая статистика, как это выглядит, насколько это выгодно или невыгодно вебмастерам. Первый трест показывает очень хороший результат. Что касается инструментария. Это инструментарий, который я назвал «инструментарий в помощь». Четыре пункта. Опять же, они такие трендовые, а не говорящие обо всем инструментарии, который есть. Это ротатор, то есть это механизм показа рекламных сообщений в рамках баннерного места. Это особенность, связанная с разметкой трафика. Я буду повторять это по возможности в каждом вебинаре. Потому что мы видим, что благодаря этим инструментам, с одной стороны простым, с другой стороны очень важным, вебмастера существенно уменьшают свои траты и повышают качество и конверсию своего трафика. На примере кейса это как раз будет очень хорошо видно. Третий инструмент – это парковка. Есть в нескольких системах этот инструмент, но им не очень активно пользуются вебмастера. Прежде всего, это связано с тем, что не каждый вебмастер понимает, зачем нужна эта парковка. А рынок профессиональных специалистов по парковке доменов, он CPA пока серьезно не воспринимает. Потому что кликовая история приносит существенно больше денег. И, собственно, агентский интерфейс таргета, который есть, опять же, во многих системах. Мы рассмотрим плюсы его и минусы. И что же он дает обычному вебмастеру? Что не дает просто интерфейс таргета. Итак, про ротатор. Выделю несколько важных моментов. Первый момент, связанный с ротацией. Можно использовать внутренние движки в системах управления сайта. Мы предлагаем свой механизм, который позволяет в рамках одного корректного кода подобрать список офферных предложений, которые будут крутиться в данном месте. Более того, можно выбрать формат, чтобы это баннер был, либо тизеры. Таким образом, управляя частотой показа, мы можем адекватно оценить, какой оффер в этом конкретном рекламном месте будет работать хорошо. А площадка, которая ревностно относится к тому, какие предложения показываются в ее страницах, в ее аудитории, получит только целевых рекламодателей. В рамках тренда мы видим, что в некоторых партнерских сетях появляются инструменты, связанные с рынком РТБ. То есть, это возможность откручивать площадкам через внутренние ССП трафик и зарабатывать на этом дополнительные деньги. Так как в рамках нашей холдинговой структуры есть у нас проект, который связан с рынком РТБ, оценив емкость его и уровень площадок, который там находится, показало, что такой тренд желания партнерских сетей подключиться, он пока не находит поддержки со стороны рекламодателей, б веб-мастеров. С чем это связано? Во-первых, рекламодатели еще столь рьяно не несут туда деньги, потому что нет в этом пазле последнего элемента активного под названием ДМП. То есть, система, которая обладает большой базой знаний о пользователе и, соответственно, предоставляет фактически таргетинги, которые позволяют более точно выкустить свою аудиторию рекламодателю. А пока этого элемента в пазле нет, соответственно, не выстреливает вся эта история с РТБ. Второй момент связан с тем, что буквально вот только эти полгода мы видим, что веб-мастера начинают действительно целенаправленно приходить и использовать ротатор для того, чтобы откручивать рекламу на своих площадках. До этого это были единичные обращения в день, которые, ну как тренд, оценить было невозможно. Поэтому ротаторы существует не один год в всех системах, но результативность их пока была крайне низка. Сейчас мы видим, она возрастает. И это прежде всего связано с тем, что площадки подключаются и веб-мастера уже понимают, что долго на арбитраже трафика жить будет невозможно. И гораздо эффективнее создавать собственные проекты, не отказываясь от арбитража, но, так сказать, перезакладывая свои риски создания собственных площадок, собственного трафика. Еще один маленький плюсик, опять же, один из веб-мастеров попросил сделать возможность скачки баннеров в интерфейсе одним файлом, а не выгружать и выдирать из кода каждый баннер. Ну, сделали буквально в течение полудня, выкатили в интерфейс. Опять же, хороший фидбэк от веб-мастеров. Сказали, что функция действительно прикольная, нужная. Вот, мне кажется, такие мелкие вещи, они отражают в целом уровень вовлеченности веб-мастеров, а не только какой-то суперсложность функционала, который им предоставляется. Следующий момент связан с разметкой. В рамках адвокшена существовала классическая разметка по UTM меткам, которые воспринимает Google Analytics, но оказалось этого мало. И это прежде всего с тем связано, что веб-мастера вовлекаются в момент настройки трафика. История, когда я вам показывал про морской бой и принципы таргетированной рекламы, они получили просто широкий отклик. Одно из партнерских агентств сделало такую упрощенную статистику для себя, которая нам показалась интересной. Мы ее внедрили в системе, что же у нас получилось. Так, чтобы было понятно даже простому веб-мастеру, который начинает. Есть субайди, который я рекомендую в обязательном порядке, в качестве культуры работы с партнерским трафиком. Как вы просыпаетесь с утра, умываетесь, вот так же обязательно использовать. При этом мы сейчас сделали три параметра субайди. Это прежде всего говорит о том, что есть какие-то три ключевых таргетинга, которые мы воспринимаем как глобальные срезы, которые нам нужны для работы, для оценки статистики. Ну, собственно, первый субайди, он, как правило, отражает географический признак. Второй субайди, он отражает возрастной интервал, с которым мы работаем. И третий субайди, это отражает тизер, то есть то рекламный месседж, который мы доносим до целевой аудитории. Все это теперь можно посмотреть в статистике, выбрав фильтры по конкретному офферу, либо используя аналитику, смотреть как по каналам предыдущей статистики, либо подключая статистику по субайди, вы легко определяете, легко видите, что по какому конкретному региону, по какому конкретной возрастной группе, какой тизер вам дает не только трафик, который вам бесполезен, то есть он сжирает ваши деньги, но и дает вам продажи. При этом, вот на данном слайде видно, что трафика может быть отовсюду потихонечку набегает, а результативность он не дает. Соответственно, даже на каком-то объеме бывает маленькая результативность, если у нас, допустим, широкий охват не привязки к конкретному городу, а привязки к целому сегменту, например, регионального признака. И в этом случае мы видим, какая результативность есть в достижении хотя бы заказа и в дальнейшем оформленной продажи. Это позволяет нам понять, какие из тизеров у нас работают или не работают, правильно ли мы выставили широкоохватный таргетинг или нужно сделать более узкий. И главное, у нас есть аналитическая статистика, то есть это не статистика, которая говорит о том, что в целом нам выгодно или невыгодно работать. Это есть статистика, на основе которой мы можем принимать решения, как в дальнейшем управлять рекламной кампанией. То есть она действительно приносит нам результат или у нас есть просто какие-то завышенные ожидания. Следующий момент связанный с парковкой. Вот не стал мудруствовать, взял цитату из Википедии. И вы можете прочитать на слайде, что такое парковка. Важный момент. Значит, какова особенность парковки? Парковка изначально развивалась как инструмент, который позволяет аудиторию, которая приходит на сайт, как-то монетизирует. То есть покупаете вы красивое имя, его часто запрашивают люди в браузере и, соответственно, попадает на нее, а там либо ничего нет, либо какая-то убогая заставка. Соответственно, самым простым вариантом было разместить на тот момент туда либо баннер, либо туда размещались текстовые объявления Google AdSense. В результате что мы получаем? В результате мы получаем, что люди, которые ошибочно попадают или целенаправленно попадают на тот или иной проект, имеют возможность получить хоть какой-то рекламный контент и, соответственно, перейти по нему. Далее мы увидели, что этот трафик начинает перехватываться специалистами по доменам. То есть если кто-то из владельцев площадок не продлил домен, соответственно, этот домен перехватывают. А так как либо страница есть проиндексированная, либо у людей в закладках этот домен есть, на него есть входящий трафик. Соответственно, этот входящий трафик начинает перехватывать. И опять же, зарабатываем на покликовой рекламе, но на 404 ошибках этих доменов, мы увидели, что уже появляется поисковая форма, например, Яндекс. То есть даже такой белый пушистый проект, как Яндекс, стал работать с этим трафиком, чтобы его в дальнейшем монетизировать и увеличивать долю охвата своих поисков. То есть жизнь там есть и жизнь богатая. Значит, если посмотреть на парковку доменов в разрезе партнерского маркетинга, первый момент, который очень важен. Это связано с тем, что если вы используете парковку, то рекламодатель фактически не видит ваших рефов. То есть ваш реф видит только партнерская сеть. Для тех мастеров, которым скрывать нечего, это очень удобный момент, потому что изобретать истории под названием, как спрятать реф через редиректы, не через все рекламные системы, где вы закупаете трафик. Проходит где-то редиректы в принципе запрещены или накладывают очень большие ограничения. Второй момент, связанный с парковкой. Он позволяет вам достаточно легко скрыть от внешнего мониторинга своей активности. Опять же, если мы посмотрим, возникло большое количество инструментов, которые привязки к домену собирают статистику из рекламных сервисов и говорят о том, что вот на этот домен и дальше условия. Покупаются по таким-то ключевым словам. Покупаются по таким тизерам крутится реклама. В результате, если веб-мастер достаточно активен, набегает большой класс людей, которые умеют пользоваться этими инструментами, и тем начинаются тиражироваться и убиваться. Когда мы используем парковочные домены, у нас этого не происходит. А собственно себестоимость этой истории для нас составляет, по-моему, порядка 90 рублей. Сейчас на рынке может домены в зоне рук брать. То есть за 90 рублей вы получаете фактически хорошую возможность диверсифицировать информацию о своей рекламной кампании. Если у вас такие прям глобально охватные рекламные кампании, купите с десяток доменов, потратите на 900 рублей, и у вас здесь будет такая хорошая защита от копирования, потому что будет не очевидно, что это в рамках один веб-мастер проводит, возможно, партнерская сеть что-либо тестирует. Следующий момент связанный с агентским интерфейсом. Агентским интерфейсом Target. Есть ряд неоспоримых плюсов, которые веб-мастера прочувствовали буквально сразу же, как только это включилось, но первый из которых вы не платите НДС. То есть если вы обычное физлицо, подключаясь к Target, Mail.ru, и хотите покупать там рекламу, то у вас на моменте ввода платежа автоматически списывается 18%, и все цены, которые у вас есть в интерфейсе, они в дальнейшем уже идут очищенные от НДС, потому что деньги, которые вам зачислились на аккаунт, они идут тоже без НДС. НДС с вас автоматически связается. Так вот, чтобы не платить, вы, соответственно, можете в рамках партнерской сети сделать запрос о том, что я хотел бы работать через агентский аккаунт, и вам дадут возможность зачислять те деньги, которые вы заработали в аккаунте партнерской сети, и вам их перепросят на Target в течение нескольких минут. Второй момент связанный с тем, что платежи фактически для перечисления в агентский аккаунт таргета, они идут существенно быстрее, нежели вам выплаты на обычный кошелек. И третий момент, очень важный вам, как фактически субаккаунт агентского интерфейса вашей партнерской сети, начинают разрешать существенно больше, нежели если вы работаете как обычный веб-мастер. То есть со своего аккаунта физлица. Это первый момент связанный с невозможными редиректами. То есть редиректы привязываются к агентскому интерфейсу, в рамках этого интерфейса они разрешены. Второй момент, это связанный с аферами, которые можно крутить. То есть нередко мы встречаем примеры, что партнерская сеть договорила с таргетом, что вот эти афера крутить можно, но и веб-мастер пытается крутить их в собственном интерфейсе, отключенном от агентского, у него ничего не получается. То есть они не проходят модерацию. Третий момент, связанный с источниками. Я не буду рассказывать достаточно подробно про этот момент. Могу сказать так, что есть несколько источников трафика, которые недоступны даже для большинства партнерских сетей, которые мы сейчас используем в рамках таргета. Это связано с тем, что они находятся на стадии эксперимента. И соответственно, те веб-мастера, которые подключены, которые настойчиво просили, что мы хотели работать с вами под агентским интерфейсом, им доступны эти источники. И это связано с тем, что пока тестирование не пройдется, нет возможности подключить всех, как только оно будет закончено. Соответственно, я думаю, что доступно будет многим. Это первый момент. Второй момент, не устаю повторять, и многие эксперты это отмечают, чем раньше вы пробуете тот или иной функционал любой рекламной системы, тем выше вероятность того, что вы заработаете сверхприбыль на этом функционале. Почему? Потому что в этом функционале, как правило, заложены либо новые сегменты аудитории, либо этот функционал может быть не настолько идеально отточен, и вы на понимании, где существует техническая ошибка, заработаете существенно больше денег, третий момент, это новинка, которая привлекает всех, то есть это новинка, которая интересна аудитории, это новинка, которая интересна площадкам, соответственно, на новизне очень хорошо схватывается возможность монетизировать эту новизну. Единственный минус, опять же, это возможность того, что партнерская система увидит схемы, по которой вы работаете. Ну, надо понимать, что партнерская система в любом случае, если вы добросовестно работаете, будет в курсе по методике, которую вы работаете. Если же, соответственно, вы пытаетесь закрыться от копирования, тут возникает момент, что любые споры будут решаться в пользу рекламодателя. То есть если партнерская сеть не понимает там, как вы работаете, то, ну, таким образом, вы несете риски все на себе. Для того, чтобы подключить агентский интерфейс таргета, в частности, в Advection, вот есть e-mail, который указан на слайде. Теперь, говоря про кейсы, значит, кейс первый, связанный с фильтрацией трафика. Есть интернет-магазин, у него есть доступность по всей России, возможность не доставлять свои таргеты. Запускаем инструмент, сливаются на магазин две тысячи кликов. Любой эксперт по интернет-маркетингу вам скажет, что две тысячи кликов на интернет-магазин это достаточно валидная статистика для того, чтобы понять, аудитория ваша, с одной стороны, с другой стороны, магазин конверции или нет. Смотрим, что же у нас получается. Две тысячи кликов пришло, ноль продаж. Первое решение, первое, что возникает в голове, значит, трафик плохой. То есть, у нас почему-то принято говорить сразу про трафик. Второе предположение, если мы анализируем трафик, а он живой, есть возможность посмотреть статистику по нему, что это интернет-магазин плохой. Значит, смотрим, интернет-магазин неплохой, в рамках других источников трафика он дает конверцию. Значит, копаемся дальше и определяем, что по признакам, которые говорят о том, что магазин, то аудитория, к которой мы пришли, она что делает на магазине. Вот, собственно, для этих моментов мы, например, счетчик наш ставим рекламодателям и все те рекламодатели, которые у нас есть, адекватные, они понимают, зачем это делается. То есть мы смотрим качество трафика, которые пришли. И по признакам видим, что у этой аудитории есть четко выраженный признак. Признак говорит о том, что все люди, которые пришли не из Москвы, они фактически проводили очень мало времени на сайте. Соответственно, мы убираем все регионы, оставляем только Москву. Смотрим, по каким тизерам собственно у нас был высокий интерес. То есть, соответственно, мы теперь фильтруем те тизеры, которые просто приводили кликом, но не приводили к какому-то ярко выраженному интересу. Мы, соответственно, все выкидываем, оставляем только те, которые достигали промежуточной конверсии, которую мы измеряем в качестве интереса. И расширяем этот сегмент, смотрим, с каким месседжем эти тизеры были направлены. Добавляем эти тизеры к этому основному тизеру еще порядка 20. Что у нас получается? У нас получается, что мы на следующий день запускаем рекламную кампанию и видим, что количество кликов у нас падает почти в 10 раз, а статистика уже начинает формироваться валидной. То есть мы видим, что на каждые 150 кликов приходится одна продажа. Таким образом, если смотреть на статистику 2000 кликов в рамках базовой логики, нам казалось, что там за 2000 кликов должна быть аудитория, то есть мы собрали валидную статистику. Казалось, нет, она не собралась. Почему? Потому что 150 кликов мы собрали за сутки, 2000 кликов у нас прошло за несколько часов. То есть настолько массированный интерес был от аудитории, что мы не смогли собрать по крупицам действительно целевую аудиторию. В результате того, когда мы существенно сузили этот сегмент, провели работу по ее анализу, дальше расширили по времени показ и уже собрали более валидную статистику и действительно начали зарабатывать на этом моменте. Кейс второй. Копирование идей он буквально пришел, ну как пришел, вчера-позавчера посмотрели, возникла некая гипотеза и оказалась она подтверждает действительно. Значит, есть крупная группа ВКонтакте, где присутствует большое количество ВМастеров. И многие ВМастера активно переписываются в этих группах, отвечают, пишут, делятся опытом, но при этом тяжело увидеть, а как же они все-таки работают. И вот обратили одну интересную особенность, что многие ВМастера работают через группы. То есть, они создают группы, в этих группах то есть, группы несут с собой роль как фактически сайт, только в рамках социальной сети. То есть, те ВМастера, у которых там в подписи, что они подписаны на несколько сотен групп, с вероятностью 100% есть 2-3, а может несколько десятков групп, на которые они, собственно, направляют трафик. Ну, соответственно, дальше механика простая. В хороших адекватных группах существует порядка от 3-х до 5-ти тысяч ВМастеров. Сделав некую работу фильтрации этих ВМастеров аккаунтов, найдем бодрых несколько сотен может до тысячи ВМастеров, которые отвечают этим признакам. Дальше методично проработав, мы увидим группы, на которые эти ВМастера наливают трафик, мы увидим устройство этих групп. Соответственно, первую задачу мы выполнили. мы можем определить какие афера сейчас в тренде, потому что по активности группы это понятно. Мы можем увидеть, как оформить нужную группу для того, чтобы трафик на нее направлять. Дальше уже дело за малым. Заключается в том, что надо научиться направлять трафик на эти группы и таким образом получать хороший результат. Что меня поразило? Есть сегменты, в которых очень мало заявок, то есть порядка одна-две в день, а то и в два дня, и эти заявки идут именно через такие группы. То есть вебмастер не делает истории под названием собственный лендинг, используя нашу фраймформу, он адаптирует группу под понимание целевой аудитории, и получается очень качественный трафик с таких групп. То есть заявки, как они у нас квалификацию проходят, они действительно очень высокого качества. Теперь по пункту связанному ответы на вопрос. У нас был вебинар, связанный с построением партнерского агентства. Я хочу сделать партнерское агентство, с чего начать. Если у вас нет никакого опыта в CPA-маркетинге, то начать стоит с того, что поработать. Потому что 50% вопросов, которые сразу создать партнерское агентство. Партнерское агентство имеет смысл создавать только в том случае, если у вас есть какой-то опыт в CPA-маркетинге, вы умеете работать с аферами. Пока вы не умеете работать, вам партнерское агентство нет смысла создавать, даже если у вас есть серьезный капитал. Наберитесь опыта, познакомьтесь с теми людьми, которые имеют этот опыт, возможно вам удастся его возмездной или безвозмездной основе перенять. Только после этого вы поймете механику этого бизнеса и уже сможете выстраивать как самостоятельный бизнес единицу. Второй момент. С чем связано увеличение холда по выплатам? И это мы видим тренд не только у нас, по многим аферам у нас увеличился холд, но это связано и в других партнерских сетях. Тут признака собственно три. Первый признак не самый приятный увеличилось количество недобросовестных мастеров, которые пытаются зарабатывать только на мошенничестве и соответственно система пытается таким образом защититься достаточно эффективно защищается от высокооборотистых мошенников. Второй момент связанный с тем, что на рынок приходят многие рекламодатели, которые входят в сетевые структуры. Что такое сетевые структуры? Это большое агентство, то есть между рекламодателем и вебмастером такое количество агентств посредников, что деньги физически не могут прийти быстро. И для сетевых агентств норма это отсрочка в 30-40 дней. Соответственно если вы хотите работать с так называемыми белыми брендовыми рекламодателями, вам придется идти на такое неудобство, связанное с увеличением холда. И третий момент на российский рынок, особенно по мобильной теме, приходит много западных аферов, а на западе норма жизни такая, что выплаты не происходят два раза в месяц, раз в месяц уже хорошо, а иногда и раз в полтора месяц. Мы осознаем, что это существенно уменьшает оборотистость в мастеров, но если в мастер желает работать именно с этим типом аферов, ему придется идти на такие неудобства. Третий вопрос. Дайте мне рабочую схему, я хочу с чего-то начать. Значит, тут у меня ответа собственно два. Первый короткий. все, что получено, не заработано, не приносит пользу. Второй момент связанный, ну, практически продолжение. Первого, для того, чтобы вам кто-то, что-то рабочее ответил, он должен понять, какую взаимную выгоду он получит. Соответственно, не всегда эта выгода меряется деньгами. Соответственно, по большинству вебмастеров, которые задают такие вопросы, они ищут халяву. Халявы не бывает. Это стоит запомнить. Есть вебмастера, которые приходят честно и говорят, я имею экспертизу в этом вопросе, мне хотелось бы разобраться, как работать с этим оффером. Можем ли мы друг другу быть чем-то полезными. Находятся точки соприкосновения, когда информация, которая обладает вебмастер, у активно работающего вебмастера всегда есть информация, которая стоит и обмен этой информацией не в денежном эквиваленте приносит результат. Четвертый вопрос. Зачем партнерки привлекать вебмастеров, они зарабатывают сама? Здесь ответ очень простой. Такое количество талантливых людей, даже очень богатая партнерка не может собрать по тем или иным причинам. Потому что работа вебмастер с партнерской сети это работа во многом человек с человеком. Если нет этого контакта и нет творческого полета, то партнерская сеть никогда не заработает столько денег за счет внутреннего арбитража, сколько могут принести вебмастера. Последний пункт связан с сколько я могу зарабатывать. Я говорил уже неоднократно. Доход может измеряться от базовых 50 долларов в месяц. Я считаю этот доход когда действительно человек работает. Он осознает, что он работает, а не мелкие шальные деньги. До нескольких миллионов рублей в месяц. Соответственно надо понимать, чтобы подойти к этой цифре вы уже будете обладать не только капиталом для того, чтобы работать на этом рынке. Вы будете обладать знаниями и связями, которые вам дадут существенно больше, и вы поймете, как этот бизнес устроен. У меня по презентации все. Ну что ж, Денис, большое спасибо. Напоминаю, друзья, что вебинар Дениса Кучумова мы сможете посмотреть еще раз дополнительно в записи на телеканале Сио Пульт ТВ на следующей неделе, ровно через неделю, в следующую среду. Итак, я жду вопросов, потому что я знаю по своей практике, по своему опыту, что многие из вас формулируют вопросы уже после окончания вебинара, и очень часто происходят такие неловкие моменты, когда мы уже с вами прощаемся, а вопросы только поступают. Итак, я сейчас при вас смотрю на компьютер, следите за моими глазами. Итак, да, вопросы пока еще не поступили. Ну что ж, как это нередко бывает, мы будем ждать ваших вопросов уже на телеканале Сио Пульт ТВ, а вот что-то мне уже пишут. На телеканале Сио Пульт ТВ пишут, что пока не поступили, и непосредственно под видео обратите внимание, есть комментарии, Денис их всегда внимательно просматривает, и вот я всегда поражен, что он в любое время суток выходит на связь и отвечает на все возникающие вопросы, решает все возникающие проблемы. Спасибо большое, Денис. Вам спасибо. Вот, на этом я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители, напоминаю, это был обучающий центр кибермаркетинг, главный аналитик компании Девэкшн Денис Кучумов, с вами был телеканал Севпульт ТВ и я Сергей Иванов. Всего вам доброго, пока.